Будем открывать еще рубрику Вкуснотень в банной печи Как я научился с этой печкой Очень быстро прогревать пол Я его сегодня попарил, он сталевар, капец Ой, хорошо, ой, хорошо Шкварчит все Ааа, запах какой Пускай у каждого будет в бане Самая лучшая его печка Друзья, всем привет, с вами канал Живая русская баня Меня зовут Владимир Ефремов И сегодня у нас будет вообще вкусное видео В общем мы сегодня попробуем и в баньке попариться И мясо поесть Будем сегодня Тестить опять печку Добросталь В общем прошлая неделя была вообще Люто холодная, за минус 30 Там 35-36 градусов холода было Неделю баню не топил Баня промерзшая, но сегодня у нас потеплело И сегодня у нас В бане, ну показывает Минус 7 градусов Буду сегодня прям По порядку показывать, как будет Печка Добросталь прогревать все помещения Какая температура где будет И попробуем сегодня в печке Добросталь Я сегодня вот с утра сгонял Купил вот такую вот вкусную Рульку Попробуем рульку приготовить В печке, пока она у нас будет Еще и баню греть Посмотрим, получится у нас не получится Сейчас Чисто по-пацански быстренько ее замаринуем Возьмем саму рульку Я ее уже дома помыл Возьмем соевый соус Классический Который для суши Он сильно соленый Мы лучше сами соль добавим Возьмем классический соевый соус Вот так вот Соевый соус Возьмем перец черный Молотый И укропчика Все, больше ничего не будем Так Все, наливаем Наверное пока на дно Сделаю сам соус Наливаем соевый соус Добавляем сюда перчика Нормально так У нас сегодня Дегустатором будет оператор Так что Я не жалею ничего Так, добавили Добавляем соли Вот так вот Все это хозяйство перемешиваем В бане конечно холодина Печку мы еще не затапливали Сейчас Замариновать хочу немножко Чтобы пока Дрова колем Пока печку затапливаем Немножко промариновалось Время у нас сейчас Без 5.11 Так Берем нашу рульку И со всех сторон Ее вот так вот Натираем Соевым соусом Но я ее еще Попереворачиваю Здесь в этой чашке Больше чашки Не оказалось А пакет дырявый Все Пускай она у нас сейчас Маринуется Сюда вот Вовнутрь нальем Все Пускай она у нас Немножко маринуется А мы пошли Мы пошли рубить Колоть дрова И растапливать печку Сейчас как буду в печку Закладывать Покажу Какие Где у нас здесь температуры Сколько у нас времени Чтобы Все сразу же по часам Понимали Как у нас будет получаться Ну и смотрим Как у нас приготовится Саморулька Вкусно будет сегодня Друзья Дрова мы накололи Заложил изначально Немножко Вместе с берестой Чтобы только разжечь Основную закладку Буду делать после того Как первые дрова Разожгутся Время у нас 11 часов 5 минут Ну 3 минуты Но сейчас пока я зажгу Будет 5 минут Температура внутри бани Минус 7 градусов Баня промерзшая Вообще Вообще нормально Я думаю что в парном помещении Даже еще холоднее Потому что там стоит Здоровый аккумулятор холода В виде феррингера 250 килограмм Каменной закладки Там прям Вообще По суровому Все я Разжигаю дрова Как разгорятся Будем Готовить Нашу рульку Так Первая маленькая закладка У нас уже Почти прогорела Я даже чуть опоздал Сейчас еще 2 полежка туда 2-3 полежка туда Закинул Сейчас Закладываем Вот эту вот Закладку дров И Уже начинаем Нормально Печку нагревать Вот смотрите Как закладываю Полежка Положил Подтолкнул Его вертикально Опять Поставил Полежка Получается Ставлю их Почти вертикально Потом Подпихиваю Следующим Поленом Топка Хоть и выглядит Такой Небольшой Но в нее Входит Достаточно Много Здесь вот Этот удлинитель Сделан Из 5-ти миллиметровой Стали И в нем Допускается Горение Так что Немножко Даже Выйдем В него Пускай здесь Дрова Тоже Подсыхают Все Закладку Мы сделали Дверку Закрываем И Ждем Готовности Бани Сначала Сейчас Будем ее Греть Конвекцией А потом Уже Будем Добавлять Паровоздушной Смесью Прогревать Паровоздушной Смесью Кстати Забыл Закрыть Вентиляцию Пошел Вентиляцию Закрою Все В бане У нас Становится Даже Уже Тепло Печку Мы Растопили Нам Надо Дальше Поработать С нашей Рулькой Я ее Буду В фольге Делать Сейчас Хочу Сделать Такую Небольшую Чашку А потом Сверху Уже Еще Фольгой Закроем Так что Вот так Вот Фольгу Сейчас Примерно Надрезаем Для чашечки Три Слоя Наверное На дно Хватит Вот Сформируем Такую Небольшую Чашку Чтоб У нас Самый Вкусный Весь Сок Никуда Не Убежал Вот Такой Противень У нас Получился Дальше Берем Нашу Рульку Которая У нас Ну Буквально Минут Тридцать Она у нас Здесь Наверное Мариновалась Маловато Конечно Но Она У нас Сейчас Еще Здесь В фольге Полежит Вот Так Вот Сделаем Еще Добавим Она У нас Здесь Еще Сейчас Помаринуется А Потом Еще И В этом Бульончике Поварится Вот Так Вот И Сейчас Полностью Сверху Еще Запакуем Нам Главное Чтобы Она У нас Еще В эту Печку Влезла Печка Достаточно Небольшая И Вот Этот Портал У нее Тоже Небольшой Но Как Раз По Моему Под Рульку Будет Нормально Так Что Я Даже Не Знаю Наверное Скоро Будем Открывать Еще Рубрику Вкуснотень В банной Печи Так Вот так Вот мы ее Сделали В фольгу Все Сейчас Основная Часть Дров У нас Прогорит Чтобы там Не было Такого Жара И Поставим Рульку В саму Печку Я думаю Что ей Часа Два Надо Будет Стоять В самой Печке Чтобы Хорошо Запечься Потом Мы ее Откроем Чтобы она Еще Напиталась Дымком И Была У нее Хрустящая Корочка У меня Уже Слюни Текут Все Ждем Когда Дрова Прогорят Вот я Склерозник Вообще Самый Главный Ингредиент Чеснок Забыл Сейчас Развернуть Надо Будет Сделать Надрезы И Обязательно Сделать Чесночком Без Чеснока Вообще Вообще Не То Вообще Ни Разу Не То Сейчас Я Чесночок Быстренько Чищу Вот Она Наша Рулька И Сейчас Делаем Вот так Вот Делаем Надрезы Глубокие Глубокие Надрезы Самой Рульки И И И В эти Надрезы Делаем Прям Головки Чеснока Вот Так Вот Раз Вовнутрь Два Три 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 Четыре Чесночки Красоту Сделали Все На нем Печкой Мерзшая Была Прошел У нас Ну Час Двадцать Как я Зажег Первую Спичку Там Пока Разгорелась В общем Дрова Первая Закладка Прогрела Вот Все Что От Него Там Осталось Я Сейчас Много Закладывать Не Буду Потому Что Нам Рульку Приготовить Надо Я Сейчас Заложу Туда Буквально Два Три Полежка Пару Полежек Наверное Даже Пока Сделаю Залу Угли Здесь Вот С самого Входа Уберу И Мы Возьмем Нашу Рульку И Положим Ее Вот Здесь Вот Около Входа Само Топочное Пространство Ух Там Горячо Как Я думаю Что Часа Два Ей Точно Нужно Будет Готовиться Но Мы Бешеным Истопняком В Бешеного Истопняка Играть Не Будем Пускай Она У Нас Греется Банька Наверное Чуть Дольше Из-за Этого Будет Готовиться Потому Что Я Был Сейчас Полную Закладку Заложить И Она Бо У нас Сильнее Начала Баню Нагревать Но Мы Сейчас Баню Подогреем Пароиспарителем Пифом Не Пифом Здесь Свой же Пароиспаритель Подогреем Баньку Пароиспарителем И У нас Пока Рулька Будет Готовиться Пошлите Пароиспаритель Пробовать Ребят У нас Прошло Где-то Полтора Часа Внутри Парного Помещения У нас Сейчас 32 Градуса Видите 32 Граус Но Я Еще Не Работал С Пароиспарителем Сейчас Добавим Пароиспаритель Пароиспарителем Поднимем Здесь Температуру Чтоб У нас Стены Получше Прогрелись И Сейчас Я Вам После Пароиспарителя Сразу Покажу Как Эффективно Прогреть Полы Чтоб Они У вас В бане Были Теплые Погнали Пароиспарителем Сначала Так У меня Термопара Стоит Смотрите Внутри Дымохода Температура 396 Градусов Температура Воды В баке Он у меня Полный Налит 81 Градус И Открываем Пароиспаритель Откроем Его Ну Если Вот так На пол оборота Это Где-то Литр В 10 Минут Мы Его Откроем Побольше На полный Оборот И Пошел Пар Засвистело Все Пароиспаритель Работает Сейчас У нас Будет Повышаться Температура Температура Вот Уже Видно Вверх Попазла Было 30 Градусов Влажность 45 Сейчас Она Тоже Поползет Резко Вверх Влажность Подходит Уже К 50 Температура 35 Буквально За 20 Секунд Наверное Сейчас Мы Пароиспаритель Водой Зальем Потому что Я его Сильно Открыл Вот Влажность А А Сейчас Покажу Как Прогреть Полы Если Вам Надо Чтобы У вас Полы В бане Быстрее Стали Теплыми У меня Вот Есть Трапик Который Открывается Для Просушки Ну Здесь Все Они Открываются Беру Перчатку Затыкаю Слив У воды Чтобы Вода У нас Не ушла И Открываю Кран С горячей Водой Температура Воды У нас Сейчас 82 И 6 Градуса И Примерно Половину Бака Горячей Воды Сливаю Но Мне Все Равно Такая Горячая Вода Здесь Не Нужна Эту Воду Солью Добавлю Другую Воду И Вода 82 Градуса Сейчас Начинает Стекать Под пол Но На улицу Она Не Утечет Она Сейчас Будет Под полом И За счет Этой Воды Мы Сейчас Быстро Прогреем Сам Пол У нас Пол Станет Моментально Теплый Буквально Здесь За 5 10 Минут У нас Пол В бане Будет Уже Теплый Под полом У нас Прям Теплая 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 Такая Вода Пол Вот Уже Рукой Трогаю И Пол Не Холодный Горячая Вода Прям На него Налилась Все Сейчас Эта Вода Здесь Постоит Прогреет Сам Пол Если Надо Будет Мне Его Еще Чтобы Еще Быстрее Он Нагрелся Я Еще Горячей Воды Добавлю А туда Залью Потом Опять Холодной Воды Ну Минут 15-20 Баня Будет Готова Пойдем Париться Нам Главное Не Забыть Про Нашу Рульку Все Пойдем Теперь Одеваться Ребят Прошло Ровно Два Часа Буквально Два Часа И Одна Минута Не Получается У Мне Ни С Какой Печкой Готовить Баню Быстрее Кто Там Пишет То Что У Меня За Час В Бане Со Тачка Ну Хрен Знает Вот С Первой Спички Засетите Сколько У вас Времени Уходит На То Чтобы Баню Прогреть Поджигание Первой Спички Прошло Ровно Два Часа Сейчас У Нас В Бане 52 Градуса Температура И 46 Процентов Влажность Это На Одном Гигрометре И На Гигрометре Считаю Они Опять Разбегаются На Втором Гигрометре Где-то 56 Показывает Влажность Посмотрим Объединяться Они Или Нет Этот Повыше Этот Пониже Может Действительно Ниже Побольше Влажности Сейчас Зашли Первый Раз Погреться Сегодня Мы Здесь С Оператором Двоем С Артемом Я Его Сегодня Попарю Он Столевар Капец Его Чтобы Пропарить Это Я Помру Наверное Специально Сразу Перчатки Одел Потому Что Все Руки Каждый Раз Сжигаю Сегодня Я Его Попарю Маленько Тоже Должен В кадр Попасть Ну Все Сейчас Повышаем Влажность Артем Укладываем Здесь У меня Веники Запаренные Лежат Кстати Мешки Многофункциональные Кто Помнит Эти Мешки Это От Огнеупоров Мешки От Плит Которые Которыми Я Делаю Запариваю Веники В них Сейчас Поддадим Влажности Наверное Пароиспарителем Сначала Поддадим Влажности Чтобы Влажность Здесь Побольше Стало Чтоб Нас Так Немножко Придавило А потом Уже Будем На каменку Потихоньку Подливать Все Погнали Все Пароиспаритель Начал Работать Я Его Открыл Сейчас На пол Оборота Это Где-то 1 литр В 10 Минут На Мне Сразу Конденсироваться Все Начало Мокрое Сразу Весь Становлюсь Посмотрим Сейчас Как у нас Влажность Начнет Вверх Ползти Буквально Вот сейчас Только Что Повешал Термопару Просто Сюда В воздух Вот Она Термопар Показывает 40 градусов Температура Внутри Дымохода 527 Градусов Я Наверное Попробую Потом Поместить Термопару Вовнутрь Пароиспарителя Волан Подсвистывать Начал Все И я Весь Весь Теку Все Артем Давай Мне камеру Вот он Герой Сегодняшнего Дня Пароиспаритель Прям Сильно Сейчас Начал Ввестеть Я не знаю Слышно Вам Или нет Я его Еще На пол Оборота Отшил Вот Я стою Начинает Ощущаться Что Здесь Прям Жаром Начинает Меня Придавливать Сейчас Температура 55 Влажность Где-то 48 Профессиональные парижники Прям Такие Ядреные Хорошо Разогрелись На этой термопаре 50 градусов уже Два Половника На камне И тут Прям Сурово Но это Вот Охрен Вообще Влажность 60 56 56 Температура 58 Процентов Охрен Граждан Вот Сейчас Подстал Опять На верхнюю Каменку Видно Что Яшба Юрская Сильнее Почему-то Нагревается Чем Кольцит Уральский Прям Видно Как Она Бур Вода На ней Сразу Взрываться Начинает Температура У нас Сейчас 58 Влажность 55 Но мне Нравится Как На Яшми Юрской Яшми Вода Начинает Взрываться Ну 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 Мне Говорили Что Я Читал Инструкцию Описание Точнее По Кольцит Уральский Что От него Идет Запах Такого Моря Солоноватого Вот Действительно Есть Такой Привкус Моря Какого-то Солоноватого Вот Сейчас Вышли После Первого Прогрева Ну Конечно Парить Гораздо Тяжелее Чем Париться Как Парильщики Это Делают Я Вообще Не Знаю Я Сейчас Сам Хочу Научиться Парить Нормально Чтобы Прям Для Своей Семьи Было Так Нормально Чтобы Сына Привел Попарил Хорошо Не Просто Вениками Помахал Жену Привел Попарил Хорошо Поэтому Хочу Пойти Поучиться И Тут Разговаривал С Несколькими Парильщиками Они говорят Давай Урок Запишем Будет Из Десяти Уроков Там Коротких Буквально Минут По 10 По 20 Каждый Урок Как Для себя Просто Нормально Научиться Парить Так что Скоро Мы Эти Видео Сделаем Я О них Отдельно Скажу Кому Интересно Пишите В Комментариях Кто БЫ Хотел Посмотреть Видео По Обучению Парению Подробно Из 10 Уроков Какие Веники В какой Температуре Как С вениками Работать Подробненько Что Касается Печки Первый раз Зашли Погрелись Ну Так Прям Мощненько Артем Столевар Ему Надо Температуры Повыше Мне Нужно Пониже Мне Было Даже Тяжеловато Стоять Пока На улицу Не Выбегали Но Прям Кондиции Такой Нормальной Русской Бани Хотя Чувствуется Что Банька Еще Полностью Не Прогрелась От Пола Немножко Все равно Подтягивает Прохлада И Сейчас Баня После Первого Захода Прогреется Уже Полностью Второй Заход Сделаем Прям Такой Нормальный Ну И Я Маленько Адаптируюсь Получается Работал Немного Пароиспаритель И Создавал Кондиции Разогретые Разогретые Прям Очень Сильно Разогретые Были На них Вода Аж Взрывалась Сейчас Вот Опять Печка Восстановится Зайдем На второй Заход Опять Посмотрим Что Будет Кстати У нас Там Рулька Готовится Надо Про Нью Не Забыть Зашли Мы Второй Распариться Здесь Сейчас Не Влажно Нормально Проветрилось Влажность 48 Температура 52 А Вот Термопара Показывает 58 Градусов Ну Вот Так Вот Законишь Здесь Сейчас Не Попариться Ну Нет Влажности Нет Жара Какого-то Руками Спокойно Вводишь Ну Не Жарко Совсем Сейчас Опять Будем Добавлять Влажности И Пробовать Хорошенько Пропарить Артема Столевара Чтобы Он Аж Прям Закричал И Выбежал На хрен Отсюда Из бани Все Камеру Вешаем И погнали Так Мы Сухойного В парильное Открываю На полный Оборот Парогенератор Выплесел 60 градусов Температура 58 Влажность Выпрямиться Я не могу О Артема Мурашки Пошли Нормально Ну тут Жестко Для меня Сынка Мерная Уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа О-о-о, куда ты? А-а-ха, что ты? А-а-а, хорошо. А-а-а, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы с оператором 3 раза уже попарились Мы еще обязательно 4 раз пойдем париться Сейчас достаем нашу рульку Смотрим, что у нас там запеклось Если честно, у меня уже Слюни хоть лопатой выгребай Ах, тут хорошо как Достаем нашу Рульку Шкварчит Вся Ах, запах какой Фольга немножко пригорела Ничего страшного Мы это потом выкинем Открываем Смотрите какая красота у нас получилась У кого слюни потекли Сразу в комментариях пишите Я не издеваюсь Я реально сам есть хочу Сейчас посмотрим, чтобы она у нас Пропеклась Что, ребят, у нас все тут Отлично У нас все Пропеклось Мы с Артемом Начинаем накрывать на стол И кушать это все Сейчас покажем вам Друзья, вот такой вот у нас Стол получился в бане Рулька пахнет Прям Тут на всю баню Такой запах Вкуснятины пошел Еще и с дымком Из печки Тост скажу Хоть и с чаем Но все равно тост скажу Я алкоголь не пью Желаю каждому из вас Чтобы у каждого в бане Была такая печка Которая нравится Лично вам Никому-то другому Нигде-то там вы услышали Хорошая печка А вот если вам Ваша печка нравится Вот значит Ваша печка Самая лучшая И пускай у каждого Будет в бане Самая лучшая Его печка За ваше здоровье Чай на травах Прям Самая сказка А мы кушать начинаем Ребят Это четвертый заход Париться уже не хочется Тем более После рульки Рульки нажрались Я сейчас зашел Просто полежать Опять погреться Включил На пол оборота Парогенератор И он начал Выдавать Сюда зашел Здесь Ну обычно так было Сейчас вот По прошествии Наверное Трех минут Уже прям Жарковато становится Температура у нас Че тут 53 градуса А не 55 градусов Влажность 53 процента Прям вообще Хорошо Прям вот Не больше Не меньше Особенно для Четвертого захода Сегодня мне что-то не тянет Четвертый заход Напариться Видимо Когда паришь Все равно Гораздо тяжелее Просто уже Зайти Отдохнуть Маленько Потом выйти Еще кружечку Чая выпить Ополоснуться И до дома Вот такое видео У нас сегодня По Добростали Получилось Сегодня Печка Добростали Нас не только Напарила Но еще и Накормила Так что Если было Полезно Ставим пальцы Вверх Подписываемся На наш канал И всем пока